Здравствуй, зритель! Ты на канале Лёли, айба форевер! А это пустые баночки котября. Октября, если ты не понял мою оговорку, то бишь очепятку. Очепятка взята с тифаретника от одного корейского банка. Как бы не очепятка, а специальное слово, а слово кот и октябрь вместе совместили. Мой кот где-то там жрёт. В общем, у меня тут как бы и пустые баночки, и то, что я решила, что оно должно быть пустой баночкой. Начну я, пожалуй, в отдельном пакете просто как-то стрёмно было это совмещать с тем. Но решила я всё-таки обозреть эту пустую баночку. Пустая баночка хозяйственного типа. Вот такая вот пустая баночка. Ну-ка, гляну-ка я. Вот. Я, конечно, сейчас тут ничего не приближала, но я знаю, что меня смотрят иногда люди с телефонов, а некоторые исключительно с телефонов. И иногда жалуются, что нихрена не видно, блин, с телефона смотреть. Вот если у них экран в одну четверть, допустим, ну, может у кого-то есть маленькие телефончики с экранчиком, в одну четверть моего смартфончика, то вот я сейчас смотрю, и да, вот мне бы было не видно. Но я на вытянутой руке, на расстоянии вытянутой руки показываю. Сейчас я даже вот так вот сделаю. Вот так. Самое максимум. Я, конечно, могу приблизить, но я когда приближала, я поняла, что вот там что-нибудь да урезается. Поэтому вот, да еще вот я так села, специально занавеску вот занавесила. Тут вот видно тени с этого самого слева по борту. Сейчас у меня 25 минут 12, а в и солнышко так светит. Вчера я заметила, что вообще утром в определенное время так светло, светлее, чем если бы я включала к вечеру свет. Вот этот вот потолочный, все свои пять ярких лампочек какого-то там экономичного варианта. Ну, типа они жрут мало энергии, но светят очень ярко и долго. И я решила, что оптимальный вариант, наверное, записать какой-нибудь ролик. Вчера мне очень хотелось порисовать АСМР, но мне было лень вставать и было еще темно. А когда я встала, мне было не дать ло, потому что я убиралась, иногда спала, иногда дальше убиралась. И у меня был день уборки, а еще испорчена еды. Сегодня тоже немножко было испорчено еды, потому что, ну, наверное, был сливочный, чесночный соус со свиным салом и кабачком на одной сковороде как-то или мне просто не пошло, или действительно невкусно. И кот как-то что-то поел, но, видимо, ему тоже не прокатило. Но что-то он все же поел. Потом у меня любит умирать творог раньше, чем я его доем, и вообще много чего. Ну да, ладно, сейчас у нас пустые баночки. Короче, это у нас Чистин, универсал, санитарно-гигиеническое средство. Содержит активный хлор, уничтожает микробы грибок, удаляет стойкие загрязнения, устраняет неприятные запахи. Грибка никогда у меня не было. Тьфу-тьфу, тук-тук. Войдите. Так, и что он у нас тут? Хлор, хлор, хлорум. Хлорум прям похож на этот, хробиум, который хром. Хлор, хром, какая разница, да? 750 грамм, сделан он у нас 16 февраля 2018 года. Сколько-то там срока. И, короче, это, я его покупала, по-моему, за 55 рублей в этом самом фикс-прайсе. Мне его советовала одна моя знакомая подружка. Вот тут на картинке видно, значит, что он делает. Вычищает ванну, раковину, туалет. Я научилась пользоваться этим ёршиком. Я раньше не могла понять, как можно ёршиком туалет отмыть. Оказывается, ёршиком туалет отмыть намного легче, чем щеткой какой-нибудь. Даже якобы устраняет засоры. Но для засоров у меня другая супердорогущая хреновина есть, которую я купила, как только сюда въехала. Потом можно, оказывается, мыть плитой. Я только сейчас заметила стиралку, видимо, мыть снаружи. Потом плитку. Ну, у меня не плитка, у меня это панельки. А ещё можно мыть пол. Ну, в основном я им мыла ванну, раковину и туалетик. В общем, хорошая такая штука. Ну, не то чтобы экономичная, но на приличное время мне хватило. Есть такая фигня. Похожая, в общем, санитар, санитар, не санитар, частин или что-то. Ну, типа вот между саноксом и частином. Что-то такое, как-то магните покупала, магните он продаётся. И помню, моя подружка знакомая, которая ко мне иногда приходит, приходила в своё время, помогала мне тут вещи разбирать, то-сё, помогала. Там вещи собирать иногда. Очень умеет хорошо травку разбирать. Ну, эти цветочки я, допустим, соберу всё вместе в пакетик. Пойду за растениями, а то не так поймут некоторые извращенцы. Хотя, если не так поймут, это их проблемы. Я же не отвечаю за то, что там кто-то что-то не так понял. Да, я не отвечаю за ваши извращённые мысли. Короче, пойду за травой. Вроде как, думаю, за одним шиповником в итоге всё, что попадётся в один пакет. Потом оно сохнет, и, естественно, его надо разбирать. И она такая в этом плане золушка, она так всё хорошо разбирает. Очень редко попадается, когда она там цветочек или травинку пропустила, какой-нибудь, не то. Ну, и за определённое, в общем, я ей кое-что делаю. Как бы помогаю обмен. Бартер такой у нас, она обычно приходит, когда я вся такая уставшая. Делаю что-то ей, мне тупо не до уборки. Ну, не пришло время уборки, потому что уборка у меня так же, как готовка. Или там мебель потаскать, картошку покопать. Это разгруз мозга. Ну, мозгами я работаю или физически. Ну, и, короче, она обычно приходит в это время, чаще всего попадает. И как-то она мне помыла ванну. Типа я, типа, мою ванну. И она такая плохая штука, такая неэкономичная. Я подозреваю, что это была бы у неё тоже неэкономичная, хоть она мне её советовала. В общем, если с умом расходовать и пользоваться, то надолго хватит. Вот такая штука, я вам её советую. Правда, я тут купила другую фигню, которую уже обозревала в малых покупках. Но, если буду снова, поеду специально в этот самый фикс, или специально поеду в тот район, где этот фикс, и зайду в фикс, то куплю себе вот эту штуку. И вам советую, если у вас есть фикс, или где она там ещё, возможно, продаётся. Пять с плюсом. Теперь она идёт обратно в пакет для перерабатываемого мусора. Продолжим. Тут у меня жёлтенькая такая. Вы не смотрите, что тут что-то лежит. Я это тоже обозреваю. Сначала вот это вот. Хотя, в принципе, наверное, надо баррикаду оставлять, да? Ладно, я потом после видео скину это всё в перерабатываемый пакет для мусора. Вот пока сниму, сейчас обозреву. У меня закончилась паста пуэрная из магазина Дори Аксю. Дори Аксю закрылись, мать их, бабушку и деда. Благодаря тому, что в каком-то году на Ализа прийтили чай продавать в открытую. Сейчас, возможно, там что-то продают, но покупать как-то в мешке мне как-то неохота. В общем, Дори Аксю. Была у них паста пуэрная. Баночку я уже помыла. Сейчас я на вытянутой руке. Баночка. Вот так баночка. Так баночка. Чтоб тебя на свете дня было видно. Ну, по-моему, в принципе, видно сегодня. Вот я специально камеру поставила, как ну, занавеску. Вот занавесила, в общем, такая малюсенькая баночка. Тут было 50 ровно грамм. Паста пуэрная. Пуэрная паста, то же самое, что смола, только вот в виде порошочка. Шикарная такая. Конечно, изначально она как бы могла... Вот выпил бы какой-нибудь человек этой пасты. И пронесло бы его конкретно так. Взбодрило бы и не спал бы он, наверное, сутки. И работоспособность бы повысилась. Я иногда её уже под конец, последнее время, долго у меня стояла, в общем. Да, она могла бы стоять ещё дольше. А вообще на бесконечности стоять. Ну, и бесконечно тоже стоять. Но я вот её, к сожалению, выпила. Незапно что-то у меня на неё... Мне захотелось о её... И я что-то её пила-пила. Она действует как кофе, в общем. Причём даже круче, чем кофе. И надо совсем чуть-чуть, она дохрена экономичная, там... Ну, буквально... Даже, наверное, меньше. Короче, вот мой ноготь. Увеличьте свои мониторы. Я не знаю, как вам поможет телефон. Но ноготь у меня, сейчас скажу... Короче, сантиметр на 5 миллиметров вот такой... Короче, 5 на 5 миллиметров, если взять вот эту... Клеточку в квадрат... В тетрадочке в квадратной... В тетрадочке в клеточку... Взять вот одну клеточку из этой тетрадочки в клеточку... Из листика в клеточку... Тетрадка в клеточку, где клеточка? Вот эту 5 на 5 миллиметров. И вот эта 5 на 5 миллиметров на 300 миллилитров... 350 миллилитров чашки вот за глаза и уши. И это по вкусу как Пуэр Такой очень старый, хороший, качественный Пуэр, там 15-20 лет, да Ну 10-15-20-30 лет, если что-то такое нашли И он настолько мягкий Настолько обволакивающий Густой такой вообще до хрена И хорошо вот я как-то Я ее дерябила, когда клинила, когда тайпила Особенно, когда фотошоп стала изучать С очень сильного пинка нашего этого Япониста Ну вот она закончилась, я не знаю, продают ли в России Очень жалко, что закончилась Никто мне Пуэр не шлет, что ж вы все такие плохие Да Никто мне ничего такого не дарит Не знаю, где такое купить Ну в общем, я такая в печали Чинес Пуэр Ти Специал Спешал, наверное В общем, закончилась у меня Хотела я отдельную лоду сделать, но думаю, пусть будет Причем я когда она была вот это Я даже не знала, что это баночка желтая Потому что вот так вот как-то Ну, думала она прозрачная Или еще что-то Ну, в общем, шикарная баночка Вот, пустая Вторая пустая баночка Ладно, я эту частину достала А то ему, наверное, обидно В общем, баночку Я потом, если что К этому частину Может, чуть-чуть отъехал В общем, частину Рядом с ним, наверное, поставлю тогда вот эту баночку Баночка Третья баночка У меня закончился кодом Бусика Премиум Инстант кофе Ну, учитывая, что и у них редуцированное По большей части иногда бывает Но тут у нас инстант И то инстанто Иногда и у редуцированное по большей части Поэтому инстанто кофе Япан Джапан Нихон Мне всегда было интересно Почему нихонцы называют себя Нихон А все остальные нихонцев называют Чапан Кто знает В комменты киньте Бест квалити И, в общем, вот у меня закончился Третьего января сего года созданный До восемнадцатого декабря двадцатого года Жил бы Второй раз я уже покупала себе это кода В этот раз покупала Не помню, как Где, может, на Азоне покупала до этого Или еще где Но этот покупала Я до четыреста шестьдесят рупий Тут даже он это отклеивается Может, она и всегда отклеивалась Я не замечала Молотый кофе в растворимом Моя библиотечная подружка Машка Тогда Та самая Рижа в очках Говорила, что Вот эта марка Изначально японская Бусида Кстати, швейцарцы делают Для японцев Играшку закидывают частично В общем, эти самые Японцы Этот самый Бусида Изначально Вот самые первые Они изобрели Вот это То, что Молотый кофе в растворимом Находится В общем, шикарный Хороший кофе Он мне Даже больше теперь нравится Чем Лайт Это, которая Розовая баночка Но, к сожалению, закончился Но у меня сейчас есть Молотый кофе Который мне Лёлька из Тюмени Задарила Я его еще даже не открывала Молотый кофе для чашки А еще у меня есть Где-то кофе в зернах Немножко Ну, так как я сейчас Совершенно не Без каких-либо Финансов Ютуб Сто баксов Еще за рекламу Не набрал Донатов Никаких нахрен Нету Шабашек Тоже нету Вся такая бомжа Можно сказать Ну, в смысле Как бомжа А не бомжа Бедная Несчастная Эльфия Денег нет Еда есть Жилье есть За коммуналку заплачено Ну, в смысле Как бы это Все в ажуре Денег нет Еда есть Все остальное Бытовуха есть всякая Техника В смысле Камера вот эта Вот, на которой Пишу, есть Но бабла нет А раз бабла нету Не купить Мне в ближайшее время Это кофе Клык-клык 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 Клык-клык-клык Клык Как же дальше Без кофе Бусина Триндец полный Короче Третья баночка Это Отличное Средство Да, кстати Я близко Показывала Бусина Узри Зритель Советую тебе Если ты любишь Шикарный Хороший кофе Горбушкин Сказал в каком-то Стриме Или в каком-то Этой Какой-то премьере Это тоже, кстати Будет премьера Я решила, что Пусть она будет премьерой Это пустая баночка Пустые баночки Этот ролик С пустыми баночками Пусть будет премьерой Конечно С другой стороны Стрёмно Я тут Такой цирк закатила А как это Примут люди Мне кто-то Значит В СМР Премьерный Забежал Какой-то блогер В СМР Премьерный И стал Гнать Чтоб я пол подмела Я так сижу Охреневаю Пупырки лопаются Там Где там видно Что у меня пол Не подметён Пророк он что ли А это было до того Как я вчера Генеральную уборку устроила Ну и я ему Как бы объясняю Что типа Вот у вас есть время И вы тратите это время На поход ко мне Допустим А вот у меня есть Свободное время И я его трачу На своё хобби В чём типа проблема Потом зашла к нему На канал И я поняла Что он Из тех Вот знаете Есть такие люди Которые придут К вам срать в каменты А сами Не надо меня критиковать Была какая-то девочка Она ко мне прибегала На СМР На ролики какие-то Выплёвывалась Потом записала Какой-то ролик Какая я плохая Ну в стиле Антона Эс Когда он первый ролик Про меня упомянул Без имён Только что есть такая Беззубая Вообще-то с зубами На фоне ковра Тут тоже в принципе Фон ковра Правда возможно Его не видно Ковёр тебе видно? Наверное не видно Но я сижу на ковре Который раньше Висел на стене Ну и короче говоря Вообще у меня В историях с коврами Было У меня один ковр был Ковр Раньше я ковром Ковром Называла одного поэта Потому что У него фамилия такая Говорящая была С ковром С ковром связан Вначале Вот начало слова Ковр И У меня этот ковр Висел на стене Который у всех По поболю Много Даже на тот момент 90% зрителей Лёли По поболю Этим ковром Потом этот ковр Иногда был на кровати В виде покрывала Сейчас он тоже В виде покрывала Правда не у меня Я его задарила Отдала Грубо говоря В добрые руки Добрым людям Ну и Чё я тут Короче Она чё-то Выла 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 И потом Загнала мне Этот ролик Какой-то Про меня Но без имени Типа есть такая Бдолагер Шавачках То-сё Ей там чё-то Прибегали Кто-то срал Типа ты Фиг ли ты тут Наезжаешь Но большинство Ели за лазанец Она потом Благодаря этому ролику Раскрутилась Я стала Асамуэрить Асамуэрить А потом Видимо Кто-то Настучал в обус И этот ролик Удалили А чё я тут Перескочила Блин Жалко не отмотать От начала до конца Только на монтаже Ну в общем Я к тому Что Есть люди Которые Вот она тоже У неё был Такой ролик Типа того Что Вы только Меня не обсирайте Я такая Вот только Начинающий Блогер Давайте Все вежливо Которые Не хотят Чтобы их критиковали Но очень любят Поливание Критиковали Не хотят Чтобы их И поливали Дерьмом Которые Сами страдают Поливанием Дерьмо Ну и короче Вот Я тут Поплакала Из-за кот Вот ты мой Хорошенький Я же забыла Губы намалевать Ёшкин кот Как я могла Ногти накрасила Кольцо одела Расчесала А губы забыла Намалевать Триндец Даже физиономию Протёрла молочком Ох Жить несправедливо Так Это у нас Денис Азамин Шамбунь пивной Это всех Типа фолос Экс Возвращей Ссылка на ролик С этим шампунем Будет в этом видео Прямо внутри Вот этого Тишка Постараюсь Ставить прямо На минуту Вот этого Вот Хотя Наверное Ставлю Уже потом Потому что Это премьера Харинджер Ну ладно Ну ладно Может быть Ставлю ссылку В инфобоксе Побритая Побритая Ой Ой Кого-нибудь Попоболит Наверное Люди Простите Если у вас Ранимая Душевная Психика Я сегодня Только обнаружила Что у меня Заросли Начинают Расти Так Чуйные волосы Причём Почему-то Здесь Больше Чем там Хотя Одинаково Брель Хотя Вот на этой руке Быстрее ногти Растут А на этой Медленнее С момента Как они у меня Стали расти 2010 года Ну и Короче говоря В общем Шампунь Отстойный Никому Не советую Если у вас Есть фрак Как говорит Одна моя Подруга Знакомая Короче Как говорит Моя подруга Маш Купит Лёля Если у тебя Есть фрак Купи вот эту Хрен не подари ему Я всегда так думаю С какой радостью Мне что-то покупать И дарить фраку Так вот Если у вас Есть фрак Подарите ему Этот шампунь Пусть он Станет Никаким Пусть его Волосы Станут Её Их волосы Станут Никакими Как шампунь Отстой А как Средство Для мытья Посуды Слушайте Такое Шикарное Средство Для мытья Посуды Я ещё Им вчера Пол мыла Он Такую Шикарную Пену Дает Посуды Советую Покупала За 67 рублей По скидке На сайте Гринмаа Так Я наверное Тут много Что говорю И забыла Чего говорила И может Перескочила Вчера Гуляла С подругой У меня Так часто Бывает Когда Перерыв Отношения С подругами Бывает И с друзьями Ну в смысле С мальчиками И с девочками Гуляла С подругой И тоже Так же Перескакивая С разной Темой Вспомнила Как мы В детстве С одной Подругой И ещё Другими Подругами Так же Общались Так же Перескайпивали На разные Темы Не помню Кто-то в каментах Писал Типа Вот ты Перескайпиваешь На разные Темы А Морик Всё живое Ох Новинка Морик Титмарс Вчера Читала Я помню Кто-то в каментах А ещё На Насиках Обсуждали Мой Французский Люди Если вы Сто лет Не занимались Знали Отлично То вы Тоже будете Ни хрена Не помнить Я каюсь Мне завещал Пётр Петрович Савин По 15 минут В день Заниматься Французским На втором Курсе Пьеда Мне предлагали Перевестись На второй Курс Этого Самого Или на первом Курсе Пьеда Хрен его знает На каком там У нас этот Французский Только появился Мне предлагали Перевестись На иностранное Но терялся бы Год Наверное На первом Или на втором ХЗ Я там писала Какие-то сочинения По Латриамону На французском И превосходно Изъяснялась Даже стихи Когда-то писала На французском И думала На французском Но сейчас Вот трындец Не могу вспомнить Как правильно читать Я помню Софи Точно так же И Л Л Е Пишется на конце И читается Как Фи Девочка Ля Фи Тут Сейчас попытаюсь Лептит Марселье С на конце Не читается А И читается Как Э Марсель 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 Е Тьфу Мар Ля Фи Фи Не читается Фи Марсель 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 Короче Маленький Марсель Сейчас Вот Хоть Плюйтесь В монитор Но будет Маленький Марсель Я когда-нибудь Займусь Французским Снова Особенно Если вдруг Французы Так будут Быстрее переводить Чем я На русский То бишь Французы Будут так переводить На французский Быстрее Чем я На русский Но пока Вот у нас так Новинка Шампунь Объемы Блеска Экстрат Трех цветов И говорит Фрут Для тонких Или ослабленных Волос Вот у меня Тонкие Но не ослабленные Но тонкие Блески есть Объема нет Я помню Я помню Я его Начала Юзать И убрала В полку Ну что Я его В полку Убрала Начала Снова Юзать Я поняла Сегодня Почему Я его Убрала В полку Я его Даюзаю Я дам Ему Несколько Шансов Может быть Я его Даюзаю Как пену Для ванка Гельная Душа Как средство Для мытья Посуды Может быть Даже Как Правда Как шампунь Натуральные Ингредиенты Рецепты Прованса И или Эфирные Масла Тут Даже Можно От QR-код Или Как-то Так Мелкий Правда Какой-то 63 94 30 После Вскрытия 12 месяцев 250 Миллилитров До Какого Хоть у нас В апреле 18 Года Он создан Ну в общем Я помню Что я его Вроде Как Уже На этой Квартире Покупала Дарит Объем И легкость Усиливает Сияние Ваших Волос Возможно И правда Усиливает Сияние Но Легкость Явно Не дарит Как-то Это Никак В общем Не советую Если у вас Тонкие И жирные Волосы Хотя Если вам Нечем Помыть Посуду И вам Кто-то Это Задарил Помойте Но Если Тот Кто Вам Задарил Может Обидеться Из-за Того Что Вы Не Голову Мыли А посуду То Не Говорите Ему Ей В общем Вот Не Пустая Моей Балтологией Меня Просили СМР Шепотом Я Как-нибудь Запишу Если Мне Приспичит Поговорить Я знаю Что У меня Есть Какие-то Тематические Ну Я знаю Что У меня Есть Блокнотик С 2016 Года Некоторые Запросы Ждут Когда-нибудь Дождутся Но Есть Такие Темы Которые Мне Как-то Хотелось Говорить Но Надо Это Тогда Когда Я Уставший Когда Я Уставший У меня Плохое Настроение Ну Как Следствие Или Может Казаться Что Ну Плохое Я Все Воспринимаю Или Почти Все В штыхе Я Негативно Смотрю На Жить Короче Мне Надо Быть Слишком Залюбленной Жизнью Допустим Делать Неделю Целую Дни Пять Подряд Тайп И Думать Что Ой Блин Надо Его Сделать Надо Его Сделать При этом Не Своего Общего Проекта И Думать Что Человек Наверное Ждет Человек Наверное Ждет Человек Там Может И ждет Но Он Наверное Понимает Что У меня Помимо Этого Еще Какие-то Дела Есть И Я Могу Еще Другое Делать Ибо Плана У нас Нет Как Такового Ну И Надо Быть Уставшей И Тогда Я Запишу Болтологическое Может Быть Даже Шепотом У Я его отправил Другим Обмылкам Возможно Когда-нибудь Я созрею Посмотрю Оксану АСМР Кажется Так Канал Называется Где Она Там Промыла АСМР В общем От Лёльки Подар Чистая Линия Фитотерапия Крем Мыло Фито Баня Нежный Пилин Комплекс Эфирных Масел Эффект Бани Теперь Ванной С натуральными Микрогранулами Для лица И тела Все Для лица Не зря Эмылось Короче Говоря Вот Такое Жидкое Мыло Правда Без Гранул И тоже От Лёльки И оба Мне нравились Очень вкусно Пахнет По запаху Напоминает Вот эту Серию Эйвен Планета Спа Сибирская Сосна И кто-то Там И Эвкалипс Что-ли Вот эти Маски Маска Для волос Была У них Такая Мне очень Нравилась И Короче Говоря Я сама Покупала Мне ее Дали Подарок Когда у меня Тейвен Как-то Приходила За какие-то Там Условия В общем Классное Акрем Мыло Я им В основе Мыла Тушку Но еще Мыла Руки Сейчас Уже Домываю Руки А так Тушку Ну в смысле Да Лица И тела Лицо Я по-моему Только один раз Умывалась Но как-то Я не помню Что у меня Там Какой эффект Был Но Как мыло Вместо Геля Для душа Вообще Шикарный вариант Кожу Не сушит Кожа Такая Мягенькая Хорошенькая Я правда Не особо Заметила Вот этих Стробирующих Частиц Может из-за Того Что это Крем Мыло Но Наверное Какой-то Пилинг Был Но В общем Очень классно Спасибо Лёльке Мыло 5 с плюсом Советую Естественно У меня тут Вообще Пакетик С мылами С Пустыми Пакетиками И с подмыл Коробочками И баночками Но В общем Накопилось Еще Оказывается Вот эти Мыло По 160 грамм Я думаю Чего Его Такой Большой Надолго Хватает Тоже От Лёльки Туалетное Мыло Целебные Травы Ромашка Бережное Чищение С природными Травами Я Сегодня Душ Принимала Короче Хорошая Мыло Классная Мыло Спасибо Лёльке И вам Советую Ой Блин Стоять Не падать Стоять Не падать Так У меня Закончился Чай Зелёный Чай Натуральный Зелёный Чай Зелёный Порох Хотя Порох И так Как бы Изначально Зелёный Китайский Включенный Зелёный Чай Полезен Для пищеварения Прекрасно Сочетается С приёмом Пищи Нейтрализует Кислотность Содержащаяся В чае Катахин И танин Полезна Для здоровья Русская Чайная Компания Мне его По-моему Ну В смысле Знаешь Мне его Короче Дарили Сёстры То ли На 8 марта По-моему На 8 марта Может быть Довесок На Новый Год Может быть На День Осенья Может быть Типа Ещё Но На какой-то Из этих Трёх Праздников Я вообще Люблю Чай Зелёный Порох Тьфу В смысле Зелёный Порох Как чай Чай Короче Я люблю Чай У меня Закончился Органик Тай Влад И с этим Я смотришь Спасибо тебе За второй Такой шампунь Задаренный Мне Чем длиннее Волосы Тем менее Он экономичен Как я поняла Но Вообще Он очень Экономичный Хороший Шампунь Единственное Если у вас Жирные Волосы То он На каждый День Тут Хоть и написано Что Для всех Типа Фолос Идеален Причистительной Коже Подходит Для ежедневного Применения Для ежедневного Применения К сожалению На следующий день Если весь день Волосы были Охренительно Пышными Классными Та-та-та-та-ля-ля То на следующий день Они никакие Вы их расчесали Они уже Это такие Че Ну где-то В половину Того Что сейчас у меня Как бы чистые Но Кажется Но только Вы их расчесали Перед умыланием Или вообще Только расчесали Они уже никакие Так что К сожалению Только На каждодневное Применение Но Он экономичный Очень приятно Пахнет То-се Пятое Десятое Тайский Шампунь Натуральный Ручная работа Спарума Терапия Бла-бла-бла Первый у него Ингредиент Это этот Гидроват Лаванды Потом еще Какая-то Требуха Ну Очень много Всяких Экстрактов Хороший Такой Концентрированный Шампунь Что-то Около 700-800 Рублей На озоне Стоит Но в принципе Вот я помню Когда у меня В два раза по-моему Короче Волосы были Мне его на 4 что ли Месяца хватило В этот раз В два раза меньше Хватило Но Тоже в принципе Короче Спасибо Владу И шампунь отличный Но минус Бережное очищение С природными Травами Кстати Вот эти все Мыла Они какие-то Как вот Скраплениями Ну Скраплениями Травок И выглядят Как немножко Такие как Скрабы Что он тот Что ромашка Тоже Тоже 160 грамм Было Шикарное Такое мыло Я им Короче Мылася Вместо геля Для душа Использовала Нет У меня гель Для душа От Лёльки Эйвоновский Большой Но Что-то Я пользовалась Вот этим мылом А потом Как-то Теста Ради Помыла Волосы И слушайте Он так Шикарно Мыл Волосы На два дня Его хватает Вот как раз И вот Спасибо Лёльке И вам советую Если что Влюк Можно сказать Что это Как твёрдый шампун У меня Закончилось Оно совсем Закончилось Чистая линия Фитотерапия Красивая кожа Мыло Косметическое Прозрачное Экстракт Чистотела Одобрено Дерматологами 100% Натуральная Растительная Основа Со звёздочкой Там наверное Какая-нибудь Смозка Ну короче Тут 80 грамм Юни Левер Карина Тоже от Лёльки Если не говорила В общем Лёлька Спасибо тебе Забыла Классное мыло Я им Короче Это Но я его В основном Использовала Как мыло Для рук Оно у меня Было на кухне Но Иногда Пару раз Я наверное И мыла Это Ну может Пару раз Может Тройку раз Мыла свою тушку В общем Хорошая мыла Сличная мыла И оно такое Реально прозрачное Я вспомнила Что мне Нравятся Вот эти Мыло Чистые линии Кусочками Вот эти Типа Глицериновые Прозрачные Что у нас Тут ещё А Я их Кто обезревает О нет Я знаю Что меня смотрит Одна девочка Из Углича Которая Как мне писала Благодаря мне Ну не совсем Из Углича Стала Экономить На ватных дисках Вот каждый день Ватные диски 120 штук 30 с чем-то 30 с чем-то Рублей Ваша Хорошие Ватные диски Если Вас Не напрягает Ну если Вы конечно Любите Перепрачивать За бренд И вам надо Что-то такое Дохрена Это Не бюджетное Или бюджетное Но при этом Типа брендовое То вот Идите мимо Можете промотать А если Вы как бы Экономите Свой бюджет Хочу сказать Любите Экономить Свой бюджет Вот это для вас 30 с чем-то Рублей По-моему Ну да Где-то так 31 32 Не помню Или 35 Что-то в этом роде 120 штук Я раньше Покупала Еще до того Как у нас Ашан построили Еще когда У меня бабуся Была жива Еще лет Не знаю 5 назад У нас там Магазин солнечный Он до сих пор Есть В том же здании Где почта солнечного Там Именной Какой-то Магазин Анастасия Что-ли Врать не буду Потому что Не помню Помню Что имя Кажется Анастасия Может быть Александра Может вообще Кто-то другой Ну короче Какое-то Женское имя Имени Магазин Имени Женского имени И там Были какие-то Ватные диски И тоже 35 рублей 120 штук Я стабильно Там покупала Потом они Куда-то девались Потом они Подорожали И как раз Появился Ашан Который Изначально Был атак В общем Я стабильно Покупала Их Презапас Тут у меня Закончились Ездила Как-то туда И снова Покупала Хранить при температуре Не ниже 35 градусов И не выше Плюс 40 Внезапно В крытых Сухих Складских Помещениях В упаковке Изготовителя Никогда не читала 100% хлопок В общем Обычные Такие Ватные Лиски Хорошие Советую Упали А Бумазочка Не падай Не падай Бумазочка Хрен ли Ты падаешь Так Вот так Ой-ой-ой Ой-ой-ой Так Вот так Второй Рядом Так Что тут у нас Еще А У меня Закончилось Эфирное Масло Роза Натуральное Олеем Розы Или что-то Вроде 10 Миллилитров Кто у нас Его делал Натуральное Масло Кстати Вот натуральное Масло Я знаю Что меня Смотрит Одна Девочка Забыла Сейчас Постараюсь Помнить Имя Карина Не Карина Ну короче Девочка Которая Живет В Израиле Привет Девочка Живущая В Израиле Прости Что я забыла Как тебя звать Мы с тобой Еще на мыле Одно время Общались У нас Какой-то Момент Даже Было Ну Недопонимание Ну У нас Сейчас Вроде Как Нормальное Короче Отношение Она мне Что-то Каменитит Я ей Что-то Отвечаю Короче Она Интересовалась Этими Маслами Эфирными Больше В этом В России Натуральные Масла Они То есть В аптеке То нет В аптеках Короче Срок У нас Три года Срок У него Вообще Закончился В сентябре Эфирного Года В сентябре 15 Он Как бы Сотов Ну Я его Истратила Уже Последние Там Какие-то Капли На Какой-то Отвар Для Волос На Основе Каких-то Своих Трав Ну И Увидела Как раз Уже Поздно Что У него Срок Того Ну Раз У него Срок Того Как раз Сейчас А так Слушайте Я В сентябре Как раз По-моему Его Истратила В смысле В начале Октября Да Истратила И В принципе Что там На несколько дней Может просрочено Он был Ну В общем Оно Закончилось Что-то Оно Около 300 Рублей Стоило Хорошее Эфирное Масло Розы Отличное Пахнет Розой Все еще Пахнет Но Закончилось Советую В общем Еще раз Напомню Производитель Трион Натуральное Масло Натуральное Масло Фирма Так Что у нас Там У меня Ока Еще Что-то Есть А У меня Закончилась Зубная Паста Каждый День Для всей Семьи Я помню Убирала Там была Просто Зубная Паста Еще Была Для всей Семьи Но Так Как нарисован Ребенок А у ребенков Обычно Какие Зубы Молочные У меня Практически Все Учитывая Что у меня Их Вообще Всего 26 Оказывается Внезапно Я так Выяснила Не знаю Как сказать Научным путем Методом Тыка Тут 100 Миллилитров Она такая Синяя Была Такая Но Не то Чтобы Синяя Сейчас Гляну Может Ближе Голубой А уж Тут Вся Высохла Легкий Аромат Мятын Да Такая В общем Если Синий Цвет Разбавить Берилами Гуашевый Синий Цвет Разбавлен Берилами Вот Зеленая Зубная Паста Из Зашана Каждый День Что-то Около 20 Рублей Стоило 100 Миллилитров Тут У нас Отличная Зубная Паста Если У вас Молочные Зубы Или Вы Семейная Семья В общем Зубы Конечно Новые Не вырастают Но Чистят Хорошо Отбеливают Наверное Потом Как Свежее Дыхание Делает Куда Блин Тебя Поставить Короче Если Вы Экономите Свой Бюджет То Совет Вообще Экономичная Паста Правда Я Сейчас Несколько Дней Уже Дней Пять Наверное Чищу Зубы Уптаном Он У меня Стоял Жрать Не Просил Года Четыре Наверное Стоял Спинка Моей Одной Библиотекарше Делала В смысле Моей Одной Подруге Которая Библиотекарше Делала Она Пинала Пинала Я Сделала Уптан А тут В общем У меня Стоит А тут Там Я Что-то Загуглила С телефона В Яндекс Думаю Как-то Это Я Помню Что Собиралась Зубной Порошок Делать Еще Со своей Однокласской И даже Ей Есть У меня Тут Где-то Эта Баночка Баночка Ой Ой Дверь Руку Съела Подорожник Листья Для Зубного Порошка В общем Я Тоже Делала Подорожник Листья Зубного Порошка В смысле Чисто Листья Подорожника Давала А это Я Еще Не В ступке Делала Но В такой Фигне Которая Как бы Имитирует Плистик Такой Квадратный Как бы Имитирующий Ступку Ступка У меня Есть В прошлом Году Из Пскова Приведена И вообще Из Нижнего Новгорода По-моему Из Великого Новгорода Да Точно В Нижнем Да я давно Была В 14 Году Ну и Короче Говоря Я думаю Блин Все Хотела Зубной Порошок Своять А тут Думаю Может Уптаном Зубы Можно Чистить Ну и Загуглила И действительно Можно Чистить Уптаном И вот Чищу Я Уптаном Как-то Так Ничего Нормально Еще Я почитала Что если Глины Чистить То все Эти Зубные Налеты И прочее Можно Удалить Чертовой Бабушке Маме Дедушке И так Далее Ну короче Удалить Совсем И еще Зубы Здоровятся И Чистить Там Не Новыми Не Свеженовыми Станут Я думаю Ну у меня Большая часть Молочных Афиш Короче Зубы У меня Больше Не стали Но Как-то Вот Почти Закончился Там Еще Чуть Чуть Совсем Еще Выдавливается Битекс От Елены Которая Минск Тире Москва Привет Если Еще Меня Смотришь Надеюсь Что Все Еще Смотришь Задарила На Мне Это В прошлом Году Была Такая Огромная Посылка Где На Мне Еще Духи Задарила Такие Я Там Где-то Винмаме Серии Денис Азарнин Был Крем Для рук Шикарный Крем Для рук Был С кашемиром Протеином И шелком Точнее Наверное С протеином Кашемира И шелком Очень Мне нравился 79 рублей Стоил 125 Миллилитров Я его покупала Про запас Дарила Себе Оставляла Короче Шикарный Крем Очень нравился Основной Уход В общем Битекс 150 Миллилитров Я его Даю Стала Именно Его юзать Потому что У него Срок годности Заканчивается В январе Следующего года А у меня Что-то там Кремов Вообще Дофига Для рук Какие-то Я еще покупала И какие-то Мне загаривали Всякие Разные мои Дорогие Подписчики Спасибо вам Что задаривал И я решила Его поюзать Ну как Он хороший Крем для рук Единственное Может правда Это у всех Кремов Так вот У меня Часто так бывает Что намазал Лапы кремом И вдруг Приспичило Руки Помыть что-то Сделать Там Помыть что-то И вот Когда моешь руки Такое ощущение Что на них Что-то такое есть И вот оно Смывается А если Чуть подольше Денью Через час-два Помыть эти руки То уже Ничего не смывается Но Я его Юзала В основном Крем Для ног И частично Для тела Почему Он очень вкусно Пахнет Напоминает По аромату Эвановскую Туалетную воду Лав Шикарно Пахнет Вообще Классно По консистенции Ну Нормальный Такой крем Если я сейчас Буду выдавливать То очень может быть Что он улетит Куда-нибудь Или на камеру Камеру мне жалко 17 тысяч На дороге не валяется К тому же Я эту камеру Два года Хотела И искала Ну и в общем Вот сейчас Он у меня надулся Как крем Для ног И крем Для тела Вообще Шикарный Намного Шикарнее Чем крем Для рук Хотя Может быть Если пья ноги Через 10 минут Сувала Под воду То было бы То же самое Что на руках Но Наверное Для рук Он тоже нормальный Ну там Как бы Ногти Все такое Увлажнял Хорошо Но вот Если вы сразу Суете Минут через 5 Вот так у вас Получается Под воду То вот Такая оказия Но хорошо Впитывался Отлично Вообще Ни липкости Ничего Вот Что удивительно Что по воду Сунешь Ощущение Что там Оно Что-то есть Смывается С тебя Жирненькое Какое-то А вот Пока В воду Не сунул Вообще Ничего Такого Нету Спасибо Ренке За возможность Заюзать Такой Крем Очень Классный В общем Советую А еще Вообще Я считаю Что он универсальный А еще Советую Как крем На ногу Вообще Если Пяточки Еще при этом Спробировать Чем-нибудь То вообще Шикарно Даже Вот сейчас Потрогала Они такие Кожа Гладкая Так Что у меня Там Больше Ничего У меня Там Вот такие У меня Пустые Баночки Балтологические С мыслями Скачущими Ну в принципе Кто давно У меня смотрит То в принципе Привык А кто недавно Ну Привыкайте Хрен ли Я надеюсь Мы с вами В этом чатике Этот ролик Обсудим А не только Как обычно Непонятно О чем Ну в принципе Даже если будем Говорить непонятно О чем Тоже не против Я еще даже подумала Может как-нибудь Сделать пример С собой свалить А люди Там чатики Общаются А потом Пересмотреть И глянуть Что там в чатике Если вы Такой вариант Премьеры хотите То дайте знать В каменты В контактике В фейсбучике Где я бываю Расто лет Но у меня там Вроде открытые сообщники В одноглазниках Я там тоже бываю Периодически Правда Они дико тормозят В моей мозилле Вот только Одноглазники В мозилле тормозят Правда Не знаю Может С Яндекса С нетбучика С ноута Точнее Они не будут тормозить Или может тоже Тормозят ХЗ Блин На ноутбучик Надо Ренюксой Ну нормально Поставить В общем Еще можно мне Написать в инстаграм Я знаю Что там есть Личные сообщения И иногда Я про них вспоминаю Короче Если у вас Есть аккаут Или вы знаете Даже мой Мобильник Два Да Домашнего Теперь нету Есть только два Мобильника То дайте знать Что типа Да Лёля Мы хотим Такой прикол Типа Ты делаешь Премьеру Ставишь там На время Сама куда-нибудь Сваливаешь Забываешь Вообще Не суешься А потом Пересматриваешь Читаешь наши Сообщения В чатике Как мы Без тебя Общаемся Между собой Всем спасибо За просмотр Надеюсь Вы осилили До конца Кто осилил Тем лучей Солнечных Добра И прочей Требухи Всем Пока